Ну а теперь наша музыкальная программа с Андреем Солнцевым. Давайте поприветствуем. Да, спасибо. Сегодня у нас такой вечер непрофессионалов. Артем рассказывал про ML, при том, что сказал, что не очень ты разбирается в ML. Кирилл вообще не умеет гуглить. А я никогда не учился в музыкальной школе, не являясь никаким профессиональным музыкантом, ничего там крутого играть не умею, но я разобрался в одном вопросе. Я разобрался, почему у нас 7 нот, не 6 и не 8. И все знакомые, которые учились в музыкальной школе, кого я спрашивал, почему, они все говорят, не знаем, нам такое не рассказывали в музыкальной школе, не рассказывали, почему 7 нот. А я вот узнал и попробую рассказать простым языком. Сразу предупрежу, что в вопросе обманочка на самом деле у нас не 7 нот, а сколько, кто знает, да, 12. Тут тоже легкая обманочка, на самом деле не 12, а примерно там 56 или там, наверное, больше, да? Вот сколько там кнопок, вот столько на самом деле нот. Но имеется в виду 12, там, от до до до, да? Так, перестала работать кликалка, ладно. Значит, да, моя цель, в общем-то, заключается в чем? Чтобы объединить, объяснить сложную, сложную вещь простым языком. Потому что правильный ответ, почему у нас 7 нот, на самом деле есть, его можно найти в Википедии, но проблема в том, что выглядит он так. Значит, вот ответ в Википедии, объяснение, почему у нас 7 нот. Оно начинается незатейливо. То есть нужно найти такие к и н, что траля-траля-ля, эта формула, значит, раскрывается дальше. Отсюда следует, что вот это, еще вот это, отсюда следует вот это, а потом еще вот это. А, обратно, да, Брон? У этого математического метода есть особенное название, они находят постепенно приближение к искомому числу. И в итоге… И в итоге находят, вуаля, бам, вот правильный ответ. Вот поэтому 7 нот. В целом, да. Но проблема в том, что это объяснение сложное. И я как бы много лет назад прочитал еще в школе эту брошюру, как-то для себя понял, почему, но понял, что я это не могу никому объяснить. И много лет ждал, чтобы это объяснить. И пока, наконец, не появилось компьютера. Я с помощью компьютера, с помощью программирования попробую это показать. Каким-то более простым способом. Но начнем с демо. Нам сейчас плану этот телефон. Так, я все-таки фокусы проделываю впервые, так что, не знаю, посмотрим, как у нас получится. Такой суперэксперментальный новогодний формат. Так, начнем с демо. Ну, давайте сыграем металлику. Да, конечно, я других песен металлики не знаю. Ну, все, я знаю 100%. Так, ну, давайте попробуем. Надеюсь, слышно будет сзади. Нет, подожди. Вот так звучит металлика. Больше похоже на нирвану, да? Сейчас переключимся. Вот. Значит, в чем тут фокус? Гитара сейчас не настроена правильно. То есть я, собственно, показываю, чтобы примерно показать, что такое вообще настройка гитары. То есть какие вот бывают ноты правильные и неправильные. Значит, чтобы настроить гитару, есть такие программы. Называется тюнер. И что нам важно, сейчас я буду настроить ее. Смотрите. Первая струна у меня неправильная сейчас. Вот. Я тыкаю. Она сейчас показывает, что она у меня, это нота Д, а на самом деле должна быть Е. Чтобы, то есть, Д это Ры, а Е это Ми, то есть мне нужно подтянуть повыше. Я начинаю крутить вот эту штучку. Она начинает звучать выше, 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 выше. Видите, стрелка подбирается к Е уже. Что-то долго подбирается. О, уже ближе к Е. О, уже вроде и Е у нас прилетел. Еще выше. Ай, порвалась струна. Ну, ладно. Да, я перетянул, значит, ее. Хорошо, давайте следующую струну. Ну, на самом деле секрет в том, что это очень старый гитар и старые струны. Я играл на ней там еще в школе. Вот так. Так, ну теперь она перестала строить вообще. Ну, ладно, эту часть дыма мы пропустим. Хорошо. Металлика здесь у нас сегодня не получится. Но, да. На самом деле, что здесь важно понимать? Что эта штука считывает, какой высоты сейчас нота. То есть вот эта струна играет сейчас. Вот она показывает на высоте там 240 примерно герц. И говорит, а надо побольше? А надо, чтобы было там 250. Ты такой крутишь, она увеличивается. И такая, о, сейчас будет 250, если не порвется. И вот когда 250, типа, тогда нормально. Тогда будет красиво звучать. И вот если бы ничего не порвалось, и все струны бы я так до конца сделал, то красиво бы звучала металлика. То есть важно нам сейчас что понять? Уяснить одну базовую вещь, что каждая нота – это число. Вот, и оно здесь показано. Ну, когда оно будет правильно, вот здесь будет правильное число. То есть каждой ноте соответствует какое-то число. Ладно, металлика не сегодня. И теперь мы будем разбираться, ну, как и какое число. Кто вообще сказал, что такие именно должны быть числа. Кто заложил в этот юмор вот именно такие числа и сказал, вот так правильно настраивать. Кто вообще это сказал и почему? Давайте разбираться. Значит, да, важно понимать, что каждая нота – это, по сути, число, очень как раз, число 250, там, например, 655, да, вот конкретно. Это, что это такое? Это чистота. То есть, если ноту я дергаю, и тут показано 250, это значит, что эта нота, по сути, я дергаю, и она такая начинает ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот так колебаться 250 раз в секунду. Ну, или более точнее, не сама струна движется 250 раз в секунду, а звуковая волна, которая ей создается. Вот. Если я начинаю так ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, значит, когда я ноту чуть-чуть подкручиваю, получается, она становится более натянутой. И тогда она начинает не 250, а на 260 дергаться, там, тр-р-р, еще подкручивая, но там 300 начинает, тр-р-р, дергаться. Также точно устроены пианино, виолончели, все эти инструменты, то есть струну можно тянуть сильнее или слабее. Плюс сами струны бывают, ну, более толстые или более тонкие, от этого тоже зависит, с какой частоты создается звуковая волна. Ну, то есть название ноты не важно, цвет клавиши на пианино не важно, да, важна только одна вещь. Only frequency matters. And not signals matters. Вот такая игра слов. Значит, важна только частота этой звуковой волны. То есть вот это число, которое вот здесь вот, ага, куда я свечу, которое вот здесь вот внизу показано. У каждой ноты есть соответствующее вот такое число, да. Hc – это герц, то есть сколько раз в секунду. Тын-ды-дын. Ну, и, значит, все наши пианино, которые мы используем, они все настроены, по сути, вот так. Нота d – это 261 герц, re – это 293, mi – это 361 и так далее. Так, вот такие примеры числа. Наверное, многие из вас слышали, кто-нибудь когда-нибудь слышал магическое число 440? Многие слышали. Да, это частота камертона, это звук ля. Да, нота ля. А, я не там написал, да, ля, все правильно. Да, может, как-то связано. Нет, там вольт, там не герц. Ну, и у этих нот, это так просто общая информация, у этих нот есть алиасы, их еще называют по-другому. Нота ля называется А, ну, то есть A, B, C, D, E и так далее. Тоже интересный ряд. Начинается не с до. Именно. Это самый большой вопрос, почему начинается не с до, а с ля. Почему A – это нота ля, да? Этого я не знаю почему. Может, Кирилл знает, я не знаю. Не, а не самая высокая, видишь. Ну, есть теория, что, возможно, раньше ноты начинались с ля, и потом кто-то за рефактор его начал начинать их с до. Не знаю. Вот это… Этого пока не знаю, в следующий раз, через год расскажу. Так. Ну, вот теперь вопрос, почему именно эти числа? Кто вообще это нахрен сказал? С какой стати вообще именно эти числа? Вот этим мы сегодня и разберемся. Да, начинаем с того, почему ноты хорошо звучат друг с другом. Каждая нота – это звуковая волна. И, например, если мы возьмем ноту ля, она звучит, слышно? Что-то там 440 раз в секунду это звук такой. А если мы возьмем эту, например, она колеблется на 220 раз в секунду. Ну, а если, например, возьмем эту ля, это вот ля, ля, ля. А это ля 880 раз в секунду. То есть они звучат очень похоже, очень слитно. Ну, как будто прям одинаковая нота. То есть если сравнить с другими двумя, это типа не так звучит, да, некрасиво. Эти две – некрасиво. А вот эти две – прям как будто одинаковые, да. Почему так происходит? Разница как раз в том, что их частота отличается ровно в два раза. Одна в два раза больше другой. И что происходит? Эти две волны, вот эти две струны, когда они вот так вот начинают колебаться, вот это в два раза чаще, чем это, да. Что происходит? Каждый второй раз совпадает. И в эти моменты наше ухо или наш мозг, или я уж не знаю кто, машинобучение в нашей голове слышит это. Слышит, что совпадает. Каждый второй раз совпадает. И в этот момент наше ухо счастливо. Она такая, о, кайф, о, мне нравится. Она такая типа, ммм, во, то, что надо, да. Ну, соответственно, эта музыка и строится, что иногда звучат сначала чуть-чуть несовпадающие ноты, типа, и ты так, о, кайф. Да, вот сейчас. Это ключевое описание, собственно, музыка так и делается. Сначала децепт больно, и ты такой, сейчас, я сейчас, я сейчас, и раз в конце кайф. Так и происходит. Это называется, на самом деле, даже не расширение, стремление, какое-то из слова, прямо в музыке, реальность. Так, а разрешение, вот разрешение, когда что-то идет, идет к чему-то, да. И ты так, хочется, хочется, чтобы он разрешился, этот аккорд, говорят. И он так, о, фигак, и расширяется, типа, да. Так. Ладно, это не страшно уже. В общем, суть в том, что идеальнее, лучше всего звучат ноты, у которых отличается выстав в два раза. Вот это важно. И, собственно, так и образуется, ну, мы, грубо говоря, мы сейчас с вами начинаем с нуля строить клавиатуру пианино, строить свои ноты, да. Первую ноту у нас будет, на самом деле, первую ноту можно выбрать любую, абсолютно любое число, рандомное, можно выбрать. Люди, когда-то, сто лет назад, тысячу лет назад, не знаю, миллион лет назад, выбрали почему-то число 440, потому что вот кому-то показалось, что оно хорошо звучит. Вот для человеческого уха типа вот это вот кайфовый звук, вот типа вот тот классный какой-то звук. И они стали на него настраивать камертоны. Камертоны – это вот такое устройство, которое так тынкаешь его палочкой, и он делает вот ровно этот звук. Вот такой вот всегда, константный, да. И по нему настраивают пианино, там, рояли, скрипки, все по нему настраивать. То есть, а остальные ноты уже от нее пляшут. То есть, мы берем ноту ля, да, берем от нее следующую ноту ля, ставим на нашу клавиатуру, и еще следующую ля ставим. Ну, и вниз то же самое. А? Ну, это называется ля первой октавы, или там это нулевой октавы, я не знаю, как они там все называются, субоктавы, там, контроктавы, хрен знает. То есть, грубо говоря, вот так можно расставить первые ноты, и они, плюс в том, что они все идеально звучат, очень хорошо друг с другом звучат, а минус в том, что на этом ты хренчо сыграешь. Ты не можешь там happy birthday to you. Как бы, ну, не работает, да? Нужны какие-то ноты между ними. Ты такой, в лесу родилась елочка. Ну, нужны ноты между ними. Вот в этом вся загвоздка. И давайте попробуем это сделать. Тут, прости, Женя, я буду это делать на свелт фреймворке. Я тут нарисовал какое-то пианино на свелте, да? И мы попробуем его теперь с нуля создать. Значит, сейчас я завис. Вот. Вот у нас массивчик нот есть. И мы начнем с простого. Мы начнем с того, что у нас есть нота до и следующая нота до. Базовая высота первой ноты до, она как-то рандомная, ну вот 261, траля-ля. Вот. И у нас есть нота до и нота до следующей октавы. Вот две ноты. Звучат они. Ну, как нота до и следующая до. Теперь нам нужно между ними впередолить каких-то нот еще. И на самом деле тут продолжается тот же самый принцип, что, помните, лучше всего звучат две ноты, у которых ровно в два раза больше частота, да? А следующие по лучшести слышимости ноты, у которых в полтора раза выше высота. То есть, если мы умножим ее на полтора, у нас появится посерединке ноты, она будет называться нота соль. Вот это уже у нас до, соль, до, да? У нас уже появились ноты до и соль. Что это за фигня появилась? Не знаю. Опять же, маловато. Все еще нам не сыграть хиппи-берды. и мы можем между до и соль всунуть какую-нибудь следующую ноту. Полтора была пока что самая хорошо звучащая нота, но еще чуть-чуть похуже, но все еще хорошо звучат ноты, у которых разница отличается там, типа, там есть шпаргалка, да? У которых разница в четыре третьих. Вот, и у нас будет называться фа. То есть, это у нас до, фа, соль. Почему мы именно такие частоты выбираем? Ну, ровно потому, что когда эти волны колеблются, то каждая там третья, или каждая четвертая, или каждый пятый раз совпадает, и уху приятно. То есть, когда совпадает каждый второй, это самое приятное, когда каждый третий, это, ну, чуть менее, но все еще приятно, и так далее, да? Там, между ними теперь сможем еще ноту ми впихнуть, она у нас пять четвертых. То есть, мы начинаем понимать, да, какой тут принцип. Мы уже начинаем что-то играть, да? Ага, не хватает еще ноты ре между ними, да? Окей, давай ре сюда всунем. Ноты ре у нас, ну, вот я уже забыл с какой частотой. У меня тут есть шпаргалочка. Ноты ре у нас девять восьмых. Вот, видите, уже такая дробь, которая уже не так уж прям благозвучно звучит. так. То есть, мы начинаем создавать вот таким образом клавиатуру. Здесь еще ноты ля не хватает, чтобы там та-та-да-та. Ну, теперь мы можем этот кусочек отревертить, да? Вот у нас полный набор нот. Вот с такой гаммы уже можно начинать играть. Кайф, правда? Вот. То есть, что мы сейчас делали? Мы поняли, что у нас есть идеально звучащее до и следующее до, и между ними надо было напихать каким-то образом ноты. И мы напихали их сейчас одним способом. На самом деле самым простым и самым древним. На самом деле сейчас так никто не делает. То, что я сейчас показал, это называется натуральный строй. Вот этот layout, вот эта раскладка величин этих высот нот, называется натуральный строй. Также у него есть другие еще названия, чистый строй, по-английски там pure intonation или natural tuning. Это типа чистый натуральный строй. Значит, и в нем ноты располагаются как рациональные числа. То есть, кто помнит из школьной программы рациональные числа, это дроби. Три пятых, четыре шестых, там вот это все. То есть, мы их сейчас расположили примерно таким образом. И объяснение этому понятно, что каждый третий совпадает, приятно, каждый четвертый совпадает, но все еще немножко приятно. Если девять восьмых уже реже совпадает, уже не так приятно. Но все-таки как-то совпадает. И этот натуральный строй, так сказать, его люди придумали, ну не знаю, там две тысячи лет назад или там 250 миллионов лет назад, я не знаю, когда пчелы зародились. И он всем хорош. То есть, у него, надо понимать, что вот это соотношение в нем нот в виде дробей, оно идеальное. Оно дает идеальный звук. Ну, относительно, да? Вот. Маленькой елочке там идеально на нем играется, Но у него есть один недостаток. То есть, он классный, он хороший, но недостаток, который понятен нам, всем с вами, это скалируемость. Он, такая система не скалируется. То есть, что значит скалируется в примене к музыке, это значит, что его невозможно, господи, забыл слово. А, вот транспонирование. Что такое транспонирование? Это когда ты пастух, ты придумал мелодию, ты играешь своим барашком на дудочке, да? И ты можешь до конца жизни играть, все идеально. Но что если? Ты хочешь, чтобы не только ты играл, но еще и другие пастухи тоже начали ее играть. Не только один там, священник в церкви играл свою песню на органе, но и другие органы в других церквях и другие хоры тоже начали ее петь. То есть, ты хочешь скалировать свое произведение на массы, да? И проблема в том, что у разных певцов разные голоса. Кто-то поет там happy birthday, кто-то говорит happy birthday, да? наоборот, ниже, то есть разные, очень сильно голоса. И инструменты тоже разные. И тебе нужно под одного певца, да, сыграть чуть выше, там типа, а под другого чуть там ниже, да, типа, ну, то есть, у кого голос ниже, по басисте, нужно ему вот пониже сказать, а в другом, наоборот, повыше там нужно. Ну, и так далее, да? То есть, нужно иметь возможность вот эту мелодию транспонировать, повышать ее повыше насколько-то или пониже насколько-то. На гитаре, ладно, она у нас уже сегодня не заиграет, но на гитаре идея транспонирования объяснить максимально легко. Для этого есть вот такой девайс, хардварное решение, на гитаре есть хардварное решение, это один такого нет. Вот такая штуковина, палочка такая, ты ее ставишь, например, сюда, вот сейчас она звучит, допустим, так, окей, не настроенно звучит, но если я, например, поставлю там на какой-то сюда, лад, на второй лад, это называть, поставлю, зажму, и она теперь зажимает, то есть делает все струны, короче, они были раньше вот до сюда, теперь они вот до сюда. Если будет то же самое играть, она будет играть на два, на тон выше, на два полутон. Музыканты любят простые названия. Мы все скажем на тон выше, а музыканты говорят на два полутона выше, чтобы всем было понятнее, да? Вот это транспонирование, то есть взять и полностью всю мелодию будет перенести на два полутона выше, на три полутона ниже, вот чтобы там под чей-то голос, угодить. Вот это называется транспонирование. И какая проблема с транспонированием? Вот эта система, натуральный строй, она нифига не транспонируется. Я как раз сейчас попробую это показать. То есть, допустим, мы нажимаем одновременно ноту до и ноту соль, да? Вот как они вместе звучат. Теперь обе поднимаем чуть выше. Транспонируем под другого певца. Повыше. Все еще звучат, ну, в принципе, так же хорошо. А если мы еще чуть повыше поднимем обе, уже появляется несоответствие. Они звучат уже хуже. Я вот тут, видите, у нас Велты вывел соотношение их частот друг к другу. Видите, вот в этом углу появляется ratio полтора. То есть, когда до и соль, у них отношение полтора. Следующий, ну, все еще полтора. А вот следующий, оп, появляется погрешность. Ну, и, как бы, скажем, мое ухо не сильно углавливает разницу, да? И так, и так хреново, в общем-то, звучит. Я не научился, как в JavaScript, сдавать красивый звук. Я вот не понял. Это очень похоже на звуки из Кургаза. Ну, да. Ну, я нашел в JavaScript функцию, там, что-то там, играй мелодию. А вот она играет такое. Как ее сделать красивым, я не понял. Но нам сейчас важно, насколько сочетаются вот эти две ноты друг с другом. Эти, типа, сочетаются, а эти, уже что-то трещит там. И говорят, что музыканты видят, очень хорошо чувствуют эту разницу, что это, они как-то называются, это грязная квинт, или что-то такое. Ну, что, типа, вот, плохо звучит, нехорошо, это не гуд. Так музыка не делается. И, ну, то есть все остальные ноты, все остальные интервалы то же самое. Начинаешь их сдвигать чуть вперед, они уже съезжают, у них уже другая частота, другая разница между ними. И это все сбивается. Музыка ломается, да. Это очень хорошо, прост, молодец. На самом деле, вот эта нота ля должна быть 440. Я просто тут вначале впилил какую-то ниту. А, подожди, стоп. Разница в том, что это натуральный строй. А в современности используется не натуральный строй. Мы как раз сейчас к нему перейдем. Натуральный строй как раз нота до у меня первая такая же, а дальше они чуть-чуть сбиваются. потому что но туда такая в нашем современном строе который мы сейчас используем современных инструментах но тогда такая поэтому я такой сейчас давайте мы до этого дойдем мы как раз начали подходить к тому что вот этот натуральный строй он типа идеальный если вы не менять но если в начать переносить транспонировать он уже ломается он уже разрушается вся красота музыки и поэтому понадобилось другое решение requesting который транспонируется скалируется да и люди придумали на самом деле гениальную вещь очень крутую вещь математическую этом типа и да как прямо математики придумали наверное она называется равномерно темперированный строй вот первый был натуральный строй этот равномерно темперировать строй он не идеально то есть фишка в том чтобы в тот натуральный строй внести небольшие ошибки, погрешности. Чуть-чуть сдвинуть некоторые ноты так, что они теперь стали не идеальные, но зато они теперь скалируются. Зато, если их передвигать выше, между ними остается такое же расстояние. Пропорции. Да, остается между ними, спасибо, пропорции. Вот. И это, ну, блин, крутейшее решение, на самом деле. Надо понять, что это не единственные раскладки. Есть еще разные, то есть особенно прям в мусульманских странах, где-то там в Индии, я не знаю, где еще, в Китае, используют еще какие-то свои, но вот эта штука, равномерно темперированный строй, он фактически стал стандартным в США и Европе последние лет там 200 или 300, я точно не знаю. Я не знаю точно сколько, вот. То есть это такое, современная разработка. И вот если в натуральном строе были рациональные числа, то здесь и рациональное число вступает в филу. И вся идея этого строя в том, что мы берем октаву, то есть до и до первые и последние остаются те же, то есть такие же, или там ля, точнее, наверное, ля и ля. Ля и ля те же, первые и последние. А вот между ними мы заполняем чуть-чуть по-другому нотки. Все вот эти 12 нот посередине мы заполняем чуть-чуть по-другому. Не натуральные дроби, типа 3 5, 5 4, а вот какие. Мы делим их на n, то есть 12 равных шагов. И делим мы их по такой формуле. То есть по степеням двойки. По степеням двойки. То есть первое число, ну как и угодно может быть, да. А в нота соль теперь не три вторых, не полтора, а вот такая формула. Два в степени, ну 7 12, да. И мы с вами можем попробовать, я надеюсь, мы успеем сделать такую штуку на свелто. Вот мы тут нарисовали вторую клавиатуру рядом. На свелто. Вот это файл, вот смотри, паги свелто. Это вот на свелто, да. Вот. И как мы видим, здесь мы примерно таким же образом формируем массив нот, только они рассчитываются по другой формуле. То есть нота с и вторая с, они такие же остаются, а вот между ними, но вполне меняется. Например, нота соль, это теперь 2 в степени 7 12. Нота фа, это 2 в степени 5 12. Ну и так далее. Если мы попробуем сравнить их друг с другом, то на этом натуральном слое, строе, песня звучит так. Ой, нет. А на ромономерно темперированном строе песня звучит так. Чувствуете разницу? Нет. Конечно. Да. Прикол в том, что разницы практически нет. То есть на самом деле в числах она есть. Между нотами есть небольшая погрешность, между идеальными и современными. Но наше ухо ее почти что не может услышать. Но говорят, есть уникальные люди, которые вроде как чего-то могут понять, но большинство нормальных людей особо не видят разницу. А, и в чем прикол? То есть теперь, если мы посмотрим, нет ли такой погрешности при повышении мелодии, давайте проверим. Вот нижняя, это равномерно темперированный. Вот эти две ноты, видите, между ними, ну соль и до, да? Между ними уже не полтора. Видите, погрешность в этом углу. 1,498. Ну то есть получается сколько? Две тысячных, по-моему, да? То есть на самом деле вот этот пианино, он такой же. Между ними две тысячных погрешность. Не полтора, а полтора минус две тысячных, да? Но зато, если мы начнем их повышать, выше, ой, выше, выше. Погрешность всегда одинаковая. И она всегда маленькая, она очень маленькая. Она всегда есть, то есть они не идеальны, но она такая маленькая, что наш ухо практически не слышит. И мы можем транспонировать выше, 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 и погрешность не появляется, не увеличивается точнее. Вот в этом гениальность этого строя. Ну и теперь последний вопрос. А почему, собственно, ноты у нас 7? То есть мы придумали ноты между до и до поделить на равномерные, ну там степени двойки, но почему именно 12? Почему не на 13? Почему не на 11? Почему именно на 12? Пальцев? Тут начинается как раз та самая тема, та самая формула, которую я приводил в начале, она что пыталась посчитать? Она пыталась найти лучшее n, вот n это 12, лучшее n, при котором погрешность будет минимальная. Погрешность между натуральным строем, идеальным, природным, да, и вот нашим равномерно-топерированным строем. При каком n погрешность будет минимальная? Вот математическая задача. И эту задачу можно решить вот той длиннющей-длиннющей формулой, да? А можно с помощью свелта. Сейчас попробуем. Ну, для простоты, что будем считать погрешностью? Погрешностью будем считать разницу между разницей соль и до. Почему соль? Потому что соль это нота, которая ровно посередине между до и до. Вот. Это до и до, и между ними соль. Ровно посерединке, да, вот. Это называется интерон, называется квинта, да? И он, ну, знаменит тем, что разница этих нот в полтора раза. До, соль. Между ними полтора, да, в натуральном строе. А мы будем считать, какая разница между нашим отношением соль и до и полтора. Какая между ними погрешность, да? Будем считать при разных n. Сейчас мы, сейчас забомбим. Так, я здесь сделал маленький цикл такой на свелте, да? Он, для каждого n, то есть n это количество нот в октаве. Количество клавиш между до и до. До каждого нарисуйте ту клавиатуру. Вот, погнали. Это какой бы наша выглядела наша клавиатура, если бы у нас было три ноты. Да, да, для трех палых, да, три пальца. Я фрезеровщик. И, соответственно, в цикле считается, какая из этих нот ближе всего к соль, ну, то есть к полтора, да? И какая погрешность между вот соль, этажней соль и идеальной соль. Ну и вот, если было бы три ноты, то погрешность была бы довольно большая. 0,087. И если бы у нас было четыре ноты, соль где-то здесь, наверное, то погрешность была все еще довольно большая. Если было пять нот, то погрешность уже была бы намного меньше. 0,016. Пятью нот, в принципе, могли бы жить, да? Вот, если было бы семь нот, то прям было бы еще поменьше, 0,014. Ну, и так мы идем дальше. Та длинная формула, собственно, это и делала. Она перебирала все n. И мы видим, что когда мы доходим до 12 нот, мы видим, что эта погрешность становится резко прям маленькая. То есть это прям идеально. Две тысячных всего лишь погрешность нашего современного строя всех наших инструментов с идеальным. Тут есть еще один интересный факт. Если проскролить еще ниже, если быть терпеливым и проскролить до числа 41, там 0. Ну, наверное, не совсем 0, а какие-нибудь там десятитысячные появляются. Или если 51, то тоже очень мало, да? Или 53, тоже 0. То есть, грубо говоря, мы могли бы сделать так, чтобы у нас было между до и до 41 нота. И наши ноты были бы точнее, чем все современные. Да. Мы же здесь ограничены предпосылкой, что ноты последних октав подключаются ровно в два раза. А на хрена, почему бы их тоже чуть-чуть не сдвинуть, и тогда это может поточнее? Да, если бы можно было бы чуть-чуть сдвинуть, но мы возвращаемся тогда к нашей изначальной проблеме, что тогда транспортирование мелодии было бы сломано. Оно может быть и будет транспортироваться нормально? Ну, не будет. Там начинают появляться те же самые погрешности, как с дробями натуральными. Да? А есть ли оттуда с 40 разными? Это хороший вопрос. Нет, я не знаю этого. Почему такие не делают? Ну, тут чисто практически два соображения. То есть, во-первых, тебе будет неудобно так много нажимать. Грубо говоря, до и до будет вот здесь. Тебе придется по всему так бегать. И второе практическое соображение, если сделалось с такой точностью ноты, то давайте попробуем их сыграть. Смотрите, там какая-то одна нота. Между ними разница такая маленькая, что, ну, наше ухо уже плохо различает. Уже будет, ну... На вашем ухо плохо различает. Все правильно? Да? Сыграть-то можно, а как читать? Нет, а если сыграть непонятно, потому что при таком количестве клавиш у тебя просто рука не будет доставать, до ближайших созвучных надо... Ну, да, вот... А еще не то лучше сделать. Все вот эти вопросы возникают. Ну, кстати говоря... Сейчас оттем я отвечу. Да. Кстати говоря, это к вопросу о том, что эти инструменты в каком-то смысле можно считать дигитальными. Ну, в том смысле, что здесь нет там до и до с половиной. Да? То есть, ну, точнее, до с половиной есть, это до диез. Но вот между до и до диез нет нечто в промежутке. То есть, нет такого. То есть, они жесткий переход на следующую ноту. А есть инструменты, такие как, например, скрипка, да, у которых плавный переход, у которых нет такого разделения. И ты, в принципе, можешь сыграть и до, и до с четвертенькой, и до с сопелькой. Но и на гитаре вот эти штуки тоже являются барьерами. Ну, там можно как-то понажимать там, потянуть там, да, да. Да, Артем, вопрос. Я слышал, где-то в Китае или в Персии были другие строи, нет? Я и сказал, что в Индии, в Персии, в Китае, там есть куча других строев, но... Инструменты есть. Да, то есть, в JavaScript можете играть любую звук, любой частоты. В смысле, в том, что программа работает на частотах и вообще на ноты плевает. Да, 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 да. Но мы можем же изображить, что такое красивое. Служит человек, если я только из строками делаю ноты, я соседние уже не слышу, в чем смысл. Ну, так, ну, об этом и решит, что большинство... А этого попса так и популярно, что там не слышит. Ну, да, ну, в общем-то, я, собственно, и подошел к ответу, да, что почему у нас 12, потому что вот эта погрязь, она минимальна при 12 нотах. А в итоге куда 5 нот подзывались? Так они же эти... А, ты имеешь в виду, почему не 7 и 12, потому что... 7 и 12. Да, в музыке все очевидно. Значит, у тебя есть 7, значит, белых нот. И есть черные. Black notes matter, знаешь, примерно 300 лет назад стало модным, и решили вести черные ноты. Но чтоб не совсем прям, их стали сделать не 7, а 5. Ну, все-таки переборно, куда вам 7, правильно? И, то есть, черные ноты, это как с половиной. То есть до, белая, это до. Следующая черная, это до с половиной. Она называется до диез. Ну, одной не хватает. Да, 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 я и говорю. Следующая, Ре. Следующая, после нее черненькая, Ре диез, то есть Ре с половиной. Следующая, Ми. А у Ми не будет Ми с половиной почему-то, потому что Ми с половиной, это уже сразу Фа. Это... Логично. Это Легоси, это Легоси. Причем все эти черные ноты у них... А, за то, чтобы он был не так обидно, у них есть по два названия. То есть, например, Ре диез, это то же самое, что Ми бемоль. Это как бы Ре с половиной или Ми без половины. Да, это как 4 с плюсом или 5 с минусом. Вот такое Легоси, да. Иногда их даже бывает, там, дабл, бемоль, дабл диез. Бикар бывает, это отмена диеза. В общем, там много такого веселого бывает. Ну, давайте заканчивать. В общем, да, что я, как сказать, какие выводы я могу сделать. Современно музыка, ну, или, точнее, музыкальный строй, не идеальный. Ну, и интересный факт, что и хорошо, что он не идеальный. То есть, если бы у нас были только ноты, которые идеально звучат друг с другом, с их помощью ни хрена не сыграть. На самом деле, было бы скучно, и невозможно было бы ничего создать. То есть, на самом деле, для создания искусства нужны разные ноты. В том числе, нужны несочетающиеся ноты. Именно из них создается вся красота и все движение. Да, в музыке есть много всякого Легоси, всякого наследства. Юзабилити прям страдает очень сильно. Очень все непонятно, очень сложно учить. Да, вот, поэтому спасибо за внимание. Кирилл, захотел задать какой-то вопрос. Да. Ну, на этом все, время закончилось, поэтому... Она давно закончилась. Она давно закончилась, поэтому всем спасибо. Всем спасибо. Тебе спасибо особенное. Надеюсь, в следующий раз ты все так посыграешь. Ну, не знаю. Продолжение следует...